Музыка Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Сегодня очередной выпуск программы Спортпит. И расскажу я вам о том, как правильно и быстро приготовить спортивную жратву. Много белка, мало жира и немного углеводов. Сегодня будем делать запеченное филе минтай. Минтай, значит, одна из самых дешевых рыб, одна из самых дешевых и очень маложирная. В 100 граммах продукта 1 грамм жира и 16 грамм белка. Значит, стоит копейки и в то же время дико спортивная. Так, ну, изначально я, конечно, выпью протеинчика, потому что пока все будет готовиться. Я, наверное, оголодаю. Так. Что, Костяк, веселого, что происходит вообще в жизни? Смотрел фильм этот «Джанго освобожденный»? Не, я в кино не хожу. Да, я сходил, пазырил. Знаешь, что там? Ну. Короче, фильм, на самом деле, такой, ну, очень поучительный. Там был такой тип охотник за головами, Шульц. Шульц, значит, приучил негра, взял его к себе в помощники и, значит, приучил его убивать белых людей. Ну, типа преступников. Он охотник за головами и его платят за эту награду. Негра говорит, о, круто убивать белых людей, получать за это деньги. Мне нравится. Это моя мечта. Сейчас немножко перекушу. Так вот. Короче. И в чем суть? А суть в том, что дальше они начинают убивать уже тех белых, которых сами посчитали преступниками. Ну, не тех, кого суд признал, а уже, ну, кого сами решили. Каких-то гуусклановцев деревенских взорвали там целую толпу. Гуусклановцы глупые, у них прорези для глаз мешают. Белые дураки. Но дальше они начинают уже убивать всех белых подряд, вообще всех. То есть, все белые, которые в фильме присутствуют, их всех убили. Кто сказал больше одной фразы, уже в любом случае труп. В итоге остается жив только негр, вот этот, и его баба. Все. Фильм очень поучительный. Ну, вот. Что самое веселое. Знаешь, ну, меня вот он возмутил. Ну, за такую совершенно четкую антирасистскую и, что самое главное, антиевропеоидную пропаганду. Ну, это называется черный расизм, по-моему, то, что ты сейчас рассказал мне. А знаешь, что произошло-то в Европе? Что в этом фильме негров называют слово ниггер. Ну, там же 800 какие-то года. И поэтому этот фильм считается расистским. То есть, он унижает достоинства рабов. Понимаешь, негров называют ниггерами и тем самым оскорбляют. Ну, что эти ниггеры всех перебили в этом фильме, ну, ничего. А вот расистские вот оскорбляют еще и чувства рабов. Знаешь, ты? Короче. Берем. Очень важно правильно открыть рыбу. Если вы ее откроете неправильно, то белок из пенца пропадет. И вот я уже открыл неправильно. Тричь этого белка пропала. Вот. И, в принципе, есть будет невозможность. Ну, ладно, я только для видео сниму. Костян, ты слышал рассказы о том, что если протеин, допустим, как-то добавляешь в еду и термически она обрабатывается, то он теряет свои свойства. Конечно. Слышал. А что ты можешь об этом сказать вообще? Это правда. Я, кстати, посоветую людям, которые тоже знают такую правду, перестать пищу употреблять. Она же вся термообработанная. Да. Она вся термически обработанная и, соответственно, теряет свои полезные свойства. Вот ты вот думаешь, когда белок варишь, он знаешь, что делать? Сворачивается, да, считается. На самом деле. Он умирает. Он разворачивается. Нет, он умирает на самом деле. Нет, он разворачивается. И поэтому образует белок, он вот такой. И все. И образует структуру. Так. Вообще, я считаю, что надо есть только свежую пищу. Овощи свежие. Сыроед, что ли? Да. Ты сдохнешь. Ну и что? Ну, с другой стороны, зато... Зато по-природному, да. Да-да, захуячь пока. Давай. Назад верни. У меня собака на даче сыроед у соседей. Ага. И то иногда кашу просят. Сыряешь? С сырьем только мышей живет. Первый раз, когда я увидел это, ну, точнее, услышал это слово, сыроедение, мне показалось, что это люди, которые жрут только сыр. Думаю, у них уйдёшься у ёбки. В любом случае, дураки. Ну да, в итоге я не ошибся. А я первый раз это слово услышал в фильме ДМБ. Знаешь, там у них этот хохол сыроед, кличка фюрер. Я думаю, блядь, там сыроед, наверное, жрёт кого-то. Живых собак, может, каких-то сырых. Так, прям сюда засыпали всё. Приправа для рыбных блюд. Мельница. Очень хорошая вещь. Удобная. Вы думаете, реклама? Нет, нихуя. Просто пиздите их в магазинах. Прямо заходишь в магазин, такой. Раз, взял. Ну, кому-то ты, как бы, посмотреть. Взял. И сделал виды в карман. В общем, суть в том, что просто не надо оглядываться по сторонам. Как-то полиция взял в руке, поносил по залу, там, может быть, минуту и в карман убрал. Никакого палива, никакой ответственности. Дальше вас поймают. Ну, самое большее вы заплатите просто за эту мельничку. У меня дома их целый набор. Целый набор. Я бы сильно поиздержался, если бы все купил. Ну, какие-то социальные льготы люди должны получать же в магазинах. Правильно? Продавцы наживаются на людях. Правильно? Делают они дешевт. Но рыбу-то, конечно, красить не будешь, этого монтая. Так. Сюда насыпаем немножко лука. Лук у меня уже чищенный, сушеный. Неохота мне с ним возиться. Поэтому все еще просто. Насыпаем сюда готовый лук. Можно сюда налить, конечно, сливок, молока. Но я экспериментировать особо не буду. Сюда каплю немножко соевого соуса. Поливаем. Так. И можно немножко лимона. Лимона мы просто выдавим. Чуть-чуть. Так, все. Для вкуса это все. Получаем нормальную порцию белка, чтобы раза три пожрать. Раза три пожрать. Параллельно у меня, естественно, как обычно, варится рис. Для того, чтобы был гарнир. Потому что здесь чистый белок. Без чего-либо другого. Закрываем крышкой. В принципе, все уже готово. Остается сосунуть в духовку. Минут на 30. Ну, совсем холодная, замороженная. Ну, на 40. 40 минут и все. И можно жрать. Так, ну что, 45 минут ждал. Давай, жрать. Садись, оттойду. По столу достучал. А что, если пустят? Сейчас достану. Чуть, как пахнет-то вообще. Какая-то уха. Какую тут уха? Ты что-то говоришь? Уха-шелуха. Так, чем накладывать? О, специальная такая штука есть. Думаю, тебе... Да, нахватит. Хватит. Ну, как раз, да, все правильно. Я рассчитал, что порция. Еще одна остается. Лишнее дряни. Так, а рис ты... Рис ты же не ешь, да? Нет. Рис это как личинки. Кого я забыл? Муравьев. Бомжей. Ты еще на опарыш похожий. Да, это я тоже... Тоже замечал раньше. А ты скажи, что ты за столом все время всякую гадость говоришь? Не знаю. Ты не замечаешь, что это в себе такого... Подсознательного желания говорить гадости за столом? Нет. А что ты пиздишь? Да, само с тобой получается. Значит, насчет опарышей. Мы, наверное, в детстве пошли на птичий рынок какой-то жил около птички. Рожали с опарышей. Нет, это был самый ужас моего детства. Что пиздишь, что птичка раньше была на этой... По Таганке в детстве это стоило? На Пролетарской улице. Поем, на Пролетарской улице. На Нижегородской. На Калитниковской, Пролетарской, Нижегородской. Это на Таганке прям было. От Таганки там. А ты живешь? На улице Калитниковской. А ты живешь? Ааа, ты еще и жил там где-то? Он как-то еврей. Вот. Мы ходили на птичку там всяких ху-нух. Ходим смотреть. Животных там. Еще какие-то поток. Вот. И там стояла такая миска. Полная опарышей прям с горкой. Они в кишель. Ели. Безладно. Безладно. Ну да, голодные годы. У меня есть неприятель, на котором все детство я как бы шутил. Вот. В плане еды. Ну, потому что он как бы приходил ко мне домой и не то, чтобы там что-то ел, ну, поел бы, поел бы. Допустим, как-то я спалил его, что он кладет 6 ложек сахара в чашку и не размешивает. А нахуя ты кладешь 6 ложек сахара, если не размешиваешь? А держать сразу в столу, да? Нет, ну просто нахуя. Он еще ставит, засыхает и потом не отморишь. А, я тебе объясню, что это чай так много сыпает. Когда чай пьешь, когда много сахара насыпал, там сверху он не особо сладкий, а потом, по мере уменьшения чая, он все слаще и слаще. А потом, кажется, совсем сладкий. Да, чтобы пить не было важно. Хорошо, грамотно придумал, да? Ну, короче, я просто купил лимонной кислоты 5 пачек, высыпал все сахар, и сюда лимонной кислоты нахуячил. Ну, что, поставил на стол, приглушил свет верхний, ну, потому что вода лимонная белая слишком, он бы запалил. Вот. И посадил девочку на пол, что типа носи телевизор, сворите, включай верхний свет. Он пришел. Знаешь, давай сахар закладывай. Он говорит, ты что, я ну-ка размешивай давай, ну, чашка у меня отмывается. Он все 6 ложек лимонной кислоты размешал. А, фраза была, да, почему не размешивай? Да. Слишком сладкий не любит. Ну, хорошо, сейчас ты будешь кислоткий кушать. Вон, я ему тебе броник какой-то сделал, только все остыл, чаек у него, чтобы большой глоток мог сделать. Как-то, знаешь, был ли такой в институте, что кто-нибудь идет, допустим, с сухариками, там все налетают, дай, дай сухарик. Да, да. Как ты с этим боролся? Я, кстати, сухари не жрал, особо. Мой дружок, чтобы не давать всем попить, покупал самую беспотокую газировку, которая никому не нравилась. Не знаешь, какие-то типа... Тодик, что-то, что-то такое. Вот. Не с руками? Нет, не пили. Даже я не просил не попить, потому что на реально говня, наверное, отчет было. А мы что делали? Берем сухарики, перцовый балочек, туда. И стоим, типа, едим. Ну, разговариваем. Раз, подходит. Дай сухариков. А Даня с перцем. Да мне похуй. Хватит горсть. Раз, второе. Они стоят лицо перекошенные. Значит, что еще мы делали? Воду, знаешь, берут без спроса частенько. Ну, мы поставили бутылку буратина, там, насали в нее половину. Стоим, разговариваем, с этой бутылкой буратина. Подходит один. Че, воды попьем? Такие, да эта бутылка с саньем чья-то чужая. Да ладно! Ну, то есть, здесь же, как бы, ну, нельзя сказать, что мы подсунули, понимаешь? Мы сказали, что не наше, что это с саньем, но мы это не пьем. Вот, потом, потом, значит, просто оставляли на парте бутылку. Ты уже знаешь, как происходит? Заходи, человек. Ой. Что же я еще-то делал? Тебе даже не передать, что я творил там вообще. Хорошие настольные разговоры, да? Ну, нормально. Спил за паричку. Я уже заходил. А вот, между прочим, в старых семьях за столом нельзя было говорить. И правильно. Да. Чтобы вот такой говнятины, которые раньше не слушали. Но сказывается ли это на пищеварение? Не знаю, это нормально. Ну, тоже. А помнишь, у тебя какого? Операторы. Операторы, которые... В которых портился аппетит, от слов, пизда. Это когда мы снимали документальный фильм про Россию. Да, да. И операторы жрали за отдельным столом. Ну, да, они... Они не смогли издеваться. Они не спортсмены. А в тюрьме, знаешь, как положено жрать в карантине? Ну, там, на некоторых барах. Жрать в дом-поход. Он поел. Все, тарелку. Точнее, тарелку здесь, ложка, и все, его бомбы. Ну, так упирайся, все, как бы поел. Голову поднимешь, пизда. Не доешь, пизда. Хуже, что-то говорит, пизда. Охуеть. Такая неприятная ситуация. Я вышел. Ты, может, не замечал, но жрал я раз, наверное, в 10 быстрее, чем сейчас. Ну, как бы, понятно, что пока я сидел, там уже такого не было. Карантин первые, там, две недели. Для того, чтобы тебе психику сломать. Ну, то я шал так все два дня, потом я в столовую не надели. Меня запили на барыке. Ну, а кушать быстро я привык. Потому что так сидишь, ты кушаешь, да? Ну, кушаешь. Пиздец, раз, ладно. Ну, что произойдет? Понимаешь? Да. Дай кусочек. Ты дашь, ты кусочек. Сразу прибежит другой. Дай кусочек. Третий дай кусочек. Четвертый. А еще осталось у тебя где-нибудь? А нет у тебя сахара вошли? Понимаешь? А если сидишь ты просто, у тебя ничего нет. Ну, ты тебя не дергай. Ты, кстати, тут посмотрел фильм. Этого. В значит венгерта. Смотрел такой? Нет. Ну, я знаю о чем история. Ну, там маску Гай Фокса всякую, да? Чего ты про нее слышал? Что он был террористом и пытался взорвать парламент. Нет, про фильм. А, про фильм? Ничего не слышал, что фильм хороший фильм вроде бы. Короче, я помню, почему шавки носят маску. Гая Фокса. И, ну, у меня, конечно, удивительно, что правые тоже ее носят. И почему-то думают, что это нормально. Короче, ну, показан такой утрированный во всех уродливых формах тоталитарный режим. Именно нацистский такой. Там, значит, ну, арестовали всех пидорасов, лесбиянок, негров. Короче, арестовали и в тюрьму. В 2015 год. Лондон. Ни одного негра на улицах. Все белые. Правительство, такие все. Все нацисты. Все. Ну, понятно, что эстетику, как бы, руководство всю эстетику и внешний вид срисовали. Какие-то пародии на Третий Рейх. Там, не знаю. Ну, типа, 1984. Виллибриум что-то такое. Тоталитаризм. Вот. И там один из узников, бывших узников кослагерей для всяких вот таких вот интернированных. Вот. Короче, он, значит, мстит своим палачам. Убивает их. А он у него лицо обгорел, что отмаскивает. Нет, он не снимает. Вот. Ну, и там покажены ужасы пребывания в заключении. Значит, ну, фильм снял красиво, конечно. Фильм, да, красиво снял. Снимали брат и сестра Вачовски. Ага. Которые раньше братьев. Братья были Вачовски, да. Теперь они брат и сестра Вачковски. Ну, то есть, они «Матрицу» сняли такой фильм. Интересное он содержание, в принципе. Ну, кабла, очистая. Там главный епископ Лондона, педофил, любит маленьких девочек. Насколько маленьких? Ну, совсем маленьких, бантиками. Других ему приводят. Вот. И, короче, он их дергает. Ну, в принципе, здесь ничего необычного нету, конечно, для нашей страны существующей. Да. Но, в принципе, у нас сейчас в России строй – это фашизм. Ну, конкретно фашизм. Ну, то есть, что народ для государства, а не государство для народа, как национал-социализме. Ну, фашизм – это что такое? Государство, корпорация. Главное бабло. Ну, главное, чтобы все работали. Таджикам для гражданства будут работать. Да. Голосовать за Путина будут. Будут. Причем не дать гражданство. Можно дать. Ну, национал-социализме. Государство для народа. Если народу плохо, значит, нехуй принимать такой закон. Кстати, знаешь, что интересная вещь с законом? Закон вот о паспортах, которые сейчас кому не лень, твердят на каждом шагу. Вот он, в принципе, касается всей нации, да? И должен, ну, так, по-хорошему приниматься путем референдума. Типа, хотят ли граждане России иметь новых граждан? Да. Или не хотят? Ну, приняли под шумок. Представляешь, признали бы двойное гражданство всему Тчикистану. Ну, прям сходу. Блин, замечательно было бы. Самое главное, чтобы не забыли Узбекистан и, что наиболее важно, Караталпакстан. А кто главнее, таджики или узбеки? Таджики, наверное. А кто вкуснее? Я не ел. А ты мог бы съесть таджика? Да, вряд ли. А узбека? Узбека, да. Знаешь, таджики главная. Понимаешь, что я съездил, не смог бы. Смог бы над ними издеваться? Нет, значит, спортсмены. Ты не смог издеваться. Новые ролики, да, посмотрел? Посмотрел, новые ролики. Я папушку. А упереться? До новых встреч. Аминь.